Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях в передаче «Хоккейная дипломатия» или «Хоккей без границ». Хорошие гости – Вячеслав Быков, Игорь Захаркин, Лев Генин и Александр Брайдерман. Добрый день всем! Добрый день! Всем добрый день! Давайте, наверное, по алфавиту начнем с Вячеслава Быкова. Двукратный олимпийский чемпион, пятиградный чемпион. Могу тормознуть. Б Брайдерман, по-моему, первый в алфавите. Да, ну я так считаю, как гость, вы у нас первый, да. Хорошо. Видишь, в оборону уходите играть, видишь? Тут надо быть аккуратным. Чтобы не нарваться на контрактах. У нас просто, знаешь, у нас просто справа-вправо-налево. Точно. Вспомни, с кем они граничат. Вернемся к Вячеславу. Пятиградный чемпион мира, многократный чемпион Европы. На чемпионатах СССР шесть раз, да, обладатель чемпиона СССР, участник Кубка Канады, призер чемпионата страны 90-го года, обладатель Кубка СССР 88-го года. Об этом человеке можно говорить долго, обязательно упомянуть, наверное, еще и тренерскую карьеру, пять лет со сборной СССР, две золотые медали. Россия. Мы недавно общались с Вячеславом, и он сказал, что о хоккее он может говорить долго, часами, днями. Вот хотелось бы услышать, во-первых, как вы начали в хоккее, а во-вторых, какую часть своей хоккейной карьеры вы вспоминаете больше, игровую или тренерскую? Ну, начнем с того, откуда я родом. Это город Челябинск, Урал. Как сами понимаете, там зима была, была в свое время, начиналась уже в начале октября, и кроме как забросить футбол и взять клюшку в руки, не оставалось ничего делать. Поэтому с малых лет вместе с дружками на улице, у нас такая улица была, Ракетная называлась, потом ее переименовали в Татьянчевую, была такая поэтесса. И вот сами на площадке, летом баскетбол и футбол, родился я в Челябинске, и вот оттуда и пошло мое и хоккейное образование, и человеческое образование. Начиная уже потом с юношеских, молодежных лет, уже прошел все этапы детско-юношеского спорта, дошел, начало в России, в Советском Союзе была, по-моему, высшая лига, и первая лига, по-моему. Класс Б, да, вот с Металлургом из Челябинска, кстати, Металлург, это сейчас Мечил, есть такая команда, она не то, что принадлежит, а как спонсируется Металлургическим комбинатом. Вот оттуда год там был, потом уже два года в тракторе, и потом я уже попал в армию, призван был в армию. Сначала год отмазался, армейцы оставили меня в покое после того, как в тракторе сыграл год, а потом уже сказали, или ты едешь в Москву, или ты едешь в Сибирь. Ну, как-то потеплее хотелось, поэтому оказался в Москве и встретил вот как раз моего друга Игоря, который был в тренерском штабе, легендарного и, не побоюсь этого слова, великого тренера Виктора Васильевича Тихонова. Вот оттуда и пошло наше знакомство, наша дружба, и до сих пор мы, в общем-то, друг за друга спина к спине. Ваш шутян назывался бизонами? Было такое выражение? Бизы, да, бизы, да. Ну, это журналисты выдумали, ну, в принципе, в общем-то, достаточно симпатичное такое прозвище, мне нравилось. А бизы, бизоны, они же начинают, когда начинают топтать, это же они, когда набирают скорость, они же топчут всех и вся. Не останавливаются. Ну, да, они останавливаются. Ну, вот так. И какая часть вашей карьеры вам больше, вы чаще вспоминаете, игрока или тренера? У меня было три сотрясения, поэтому все, что плохое, я все забыл. А все, что хорошее, я вспомню. Ну, разделять я просто не имею права в отношении к тем людям, благодаря которым я начал заниматься и полюбил этот вид спорта. И потом, когда мы уже с Игорем работали как наставники, поэтому здесь эти две профессии, они вроде бы из одного вида спорта, но разнятся практически полностью. Но уважение и любовь все осталось к обоим одинаково, мне кажется. Конечно, когда ты играешь, это ты творишь в большей степени. Хотя некоторые тренера, ну, не мы, а они так Sega Mega Drive старались так дергать, как сейчас по линиям заставляют, но это не наш был профиль. А потом уже пробовать объяснить, как бы так сказать, дать возможность игроку и человеку раскрыть свой потенциал. Это уже совсем другое, но тоже очень интересное такое, не знаю, назвать работой как-то язык не поворачивается. Не знаю, что-то такое высокое. Профессия? Наверное, не знаю. Это вот как, не знаю, это как любовь. Слава, а сейчас ты никого не тренируешь? Да, обязательно, как же, не тренирую. У меня внук, внук, 7 лет. А, сына-то своего я видел, он тоже там играл. Сын еще играет? Да, сейчас играет, да, да, да. Неплохо играет, я очень доволен. Показывает хорошие результаты. В принципе, наша семья, мы уже как бы заложники времени, обязаны поставлять игроков в хоккей. Когда болельщики хоккея слышат слово «профессор», обычно оно ассоциируется с Игорем Лорионовым. Но сегодня у нас в гостях настоящий профессор. Настоящий профессор. Да, как в песне. Подчеркиваю, настоящий. Я хочу зачитать одну фразу, которую я нашел, сказанную давно, в 2009 году. Игорь сказал такую фразу корреспондентам спорта. Хоккей – это наша жизнь. Пусть звучит пафосно, как можно посвятить жизнь 100-граммовой шайбе и ледовому полю 60 на 30 метров. Но это так. Хоккей отражает смысл русского характера. Когда парни встают, плечом друг к другу, когда люди подставляют лицо под летящую шайбу, лишь бы она не попала в сетку, где игроки держатся за руки на скамейке за 7 секунд до конца матча – это хоккей. Игорь, вам слово. Как вы пришли к хоккею, как вы начали. Ну, я тоже… Игорь, 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 вы скажите, что это такое? Профессия или что это? Что это вообще? Нет, это страсть. Это профессия, это очень просто было бы. Потому что в хоккее без любви, жить хоккеем, не столько себя любить, а любить хоккей и радоваться вместе со своими друзьями по команде – это, конечно, самое большое блаженство. Но я пришел в хоккей так же, как и Слава, начинал на улице, только вот он говорит, что зимой плюшка, летом мяч. Еще была книга, книгу иногда можно было почитать. Поэтому я всегда хотел поступить в Институт физкультуры, и мне удалось это. И, к сожалению, мне очень нравилось и хотелось играть в хоккей. И, как и у Славы, наверняка у нас были свои кумиры. Это предыдущее поколение, где были Михайлов, Харламов, где был Петров, другие мастера, Мальцев. Много было выдающихся мастеров, и мы хотели быть похожими на них. Но, к сожалению, из-за того, что я очень быстро испортил зрение, больше занимался наукой в институте, с отличием закончил институт физкультуры, закончил аспирантуру, защитил диссертацию. Ну и так вот мне повезло, что с раннего возраста удалось поработать в сборной СССР. Потом был период работы в СКА, потом ЦСКА, потом самостоятельная работа в Швеции. Но самый радостный период времени, конечно, это тогда, когда мой друг, человек, которым я всегда восхищался, реально, Вячеслав Быков, стал тренером, пригласил меня работать вместе с ним в Москву. Я с удовольствием принял это приглашение. Хотя у меня был такой постоянный и надежный контракт в Швеции, и я нисколько об этом не жалею, потому что это дало возможности, наполнило жизнь красками. И самое главное, позволило реализовать наши планы, потому что Слава, будучи игроком, он всегда был очень любознательным, всегда задавал очень много вопросов. И на последнем чемпионате мира, когда Слава еще играл, а я был приглашен в штаб, тренерский штаб сборной, это был чемпионат мира 95-го года в Швеции, где мы со Славой много общались, учитывали уже наш заграничный опыт, сравнивали с советскими тренерами, потому что все тренеры на тот период времени были выходцами из Советского Союза. И у нас было много идей, нам всегда хотелось. И мы тогда решили, что когда предоставится такая возможность, было бы здорово, чтобы мы поработали вместе и попытались реализовать наши идеи в практику. К счастью, судьба позволила нам это сделать, и это просто замечательно, прекрасно. Я не знаю, думаю, что и многие болельщики, и любители хоккея это оценили, и хоккеисты, которые с нами работали. Я думаю, никто на нас не держит зла, потому что мы всегда были искренними, всегда были честными по отношению друг к другу, всегда были честными по отношению к ребятам, действительно старались отдать все, что мы могли нашей команде. Болели, бились за них. Слава вообще воспринимает хоккеистов как своих детей. И это тоже мне очень импонирует. То есть мне очень повезло с тем, что я видел Славу как игрока, я видел его как начинающего тренера, я видел его как замечательного тренера, достигшего выдающихся результатов. Поэтому то, что получилось у нас с ним в хоккее, это легендарно, исторически, это большая память. Это определило судьбу. Куба Гагарина с Салават Юлаевым, это была ваша общая заслуга? Раз было в те годы, когда и сборная была. В 2008, 2009, это все годы. Нет, 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 неправда. Вы фактуру нарушаете сейчас. Я извиняюсь. Да. В 2008 году мы выиграли чемпионат мира, в 2009 году мы выиграли чемпионат мира, в 2011 году мы выиграли Куба Гагарина, в 2015 году мы выиграли Куба Гагарина. В 2011 году это Салават, да? Да, в 2011 году это Салават, а в 2015 году это был СКА. Наш следующий гость – Лев Генин. Он воспитанник команды «Крылья Совета» в 70-80-х годах. Один из основоположников хоккея в Израиле. Воротарь сборной Израиля в 1994-1998 годы. С 2014 года он является ведущим хоккейным комментатором израильского телевидения и радио, а также вице-президент ассоциации «Ассен». Глеб, что вы можете рассказать о себе? Ну и мне повезло, действительно, я пересекся. Я закончил свою хоккейную карьеру, скажем так, в 18 лет с отъездом в Израиль. Но та самая страсть и любовь осталась на всю жизнь. И когда в 92-м году, в начале 90-х, когда приехало много новых репатриантов, и среди них люди, которые когда-то тоже играли, кто на разном уровне. В основном люди, прошедшие детские и юношеские спортивные школы, хорошие клубы. И это люди вообще хоккейно-образованные, я их так называю. Те, кто закончил, прошел до 18 лет, дети, юноши, молодежи, в ведущих клубах Советского Союза, у них всех было хоккейное образование. Я их называл так, забродными ремесленниками. И на основе мы сделали сборную Израиля, которая достаточно удачно выступала в первые годы, пока это поколение не сошло по причинам возраста и вырастили новых хоккейцев. Рассказывать про хоккей в Израиле я сейчас не хочу утруждать. Я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом. Я уже пока Слава не подключился, уже с Игорем мы договорились, что вы к нам приедете. Удобное для вас время, вас официально приглашаем на неделю, на две недели здесь посмотреть, какие дети условия. Я уверен, что сможем найти какие-то пути к сотрудничеству. Такие люди, как вы, возможно, могут нам очень сильно помочь. Почему говорить про Слава, то еще один из людей из вашего тренерского штаба, сейчас потерялся в Израиле, Сергей Герцовский, он уже стал гражданином Израиля два месяца назад. И он тоже полон страсти и желания здесь в хоккей, работать. И я думаю, что будет грех не использовать людей, которые имеют за стеной такой огромный хоккейный опыт. В 18 лет я уехал, естественно, в хоккей уже думал, что никогда вообще не буду играть, но так сложилась жизнь, что получилось в святой доме тоже создать хоккей. Мы делаем многие вещи и проекты частным образом, поэтому у нас есть эта ассоциация, которую мы создали как альтернатива, скажем так, чиновничьим структурам, которые, как я думаю, во всех странах они одинаковые. И они, в общем, больше мешают развитию спорта, в том числе, чем помогают. И благодаря через эту организацию мы провели много интересных всяких мероприятий. Опять, я не хочу сейчас нашим будущим зрителям, слушателям их нагружать этой темой. Я думаю, у нас будут все возможности, я вас более посвятил, так скажем, более глубоко в то, чем мы занимаемся. Мне довелось в детстве, когда я играл в хоккей, тренироваться, заниматься в замечательных тренерах. Я уверен, слава Игорь Ивановича, Игоря Дмитриева, Николая Семеновича Эпстейна. У нас, как и совет, в работе тогда, мы тут упомянули, Константин Иванович Смирнов, Ян Каменецкий. Отец покойной нынешнего президента ПСЛ Алексея Морозова. Поэтому, в общем-то, я получил хорошую школу. Благодаря этому и любовь к хоккею они мне привили тоже. И у нас, кстати, не была последняя московская команда, в которой не было Дворца спорта. И Казахстан сказал, что у вас в октябре уже можно было играть на естественном льду. В те годы и в Москве можно было с начала ноября играть на естественном льду. Хорошо, что... Жалко, что Петисус меня не слышит, он бы порадовался. Потому что это его глобальное потепление. Он бы сказал, что я о тебе говорил. Кроме того, с тех пор у меня осталось много друзей, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь. Поддерживаем всех этих лет. Петисус в том числе, он приезжал вниз. Последние два с половиной года я был рядом в Израиле. Своим проектом, связанным с экологией Last Game. Он играл здесь показательную игру. Потом он приезжал с своим одноклубником по Детройту Дарреном Макарте. Мы здесь сделали премьерный показ документального фильма Russian Fight. И вот в последнем ноябре мы привезли сюда команду «Легенды хоккея». Это отмечалось 30-летие восстановления дипломатических отношений России и Израиля. Им провели хоккейный матч между ветеранами Израиля и командой «Легенд». Приезжали сюда, ну все имена практически, там не было ни одного случайного человека, там не все играли. Ну приезжал Сергей Макаров, Сатонов, Петисов, Буцаев, Гемаев, Анисин, Кожевников. Ну не Кожевников, Мыстин, Макаров на лед не выходили, а остальные ребята все играли. И в общем-то это на самом деле хоть и показательные выступления, но они очень много дают для болельщиков. Визит состоялся, это было как раз в период ковида, только за два дня до визита было понятно, что они смогут приехать. И несмотря на это, это был полный стадион, тысячи зрителей. Хотя не было времени даже ставки к людям, что это состоится. И это показывает, что здесь на самом деле огромный потенциал развития хоккея. Больше двух миллионов человек, русскоговорящих. Я уже процитировал Высоцкого, который пил, что здесь на четверть думается наш народ, так оно и есть. Плюс к этому добавим еще полмиллиона выходов из Северной Америки, из Канады. Так что потенциал развития есть. Экономическая сторона тоже достаточно сильная. То есть есть база сегодня, есть катки. Строятся еще два катка. В ближайшие пару лет будут еще два катка олимпийских. Поэтому мы, как говорится, с открытым забралом готовы и хотим принять помощь и развивать хоккей. И я думаю, что Слава, и ты, и Игорь с удовольствием нам в этом деле помогут. И мы на это очень рассчитываем и надеемся. Да. Русских хоккеистов много у вас? Я где-то слышал, что в основном из Северной Америки у вас... Нет, неправда, неправда. На самом деле... Нет? Из Северной Америки много любителей хоккея. Я их называю так, профессиональные болезни. Но хоккеисты действительно хорошего уровня. У нас все, или родившись уже здесь в русскоговорящих семьях, или приехавшись из России, на той или иной стадии занимаются, которые тренировались. Много ребят из Латвии есть. В основном из России. Из Селябинска, кстати, есть несколько человек у нас. Из УПы есть ребята из Москвы. Все, опять-таки, прошли какую-то школу. Ту или иную в советском мячу хоккея. Сегодня из-за политической ситуации тоже много людей приезжает. А там приехал мальчик, который играл в молодежной сборной Белоруссии. Мальчик, который играл в юношеской сборной Латвии. И поток продолжается. Многие люди хотят приехать. К нам обратились ребята, которые играли в КХЛ, у которых есть еврейские корни, имеют право на гражданство. Вратарь Сергей Магарилов играл в Северостале. Артем Булянский играл нападающий в Югре Хантамасийской. То есть люди, которые имеют хорошее хоккейное образование, они уже сами в конце своей карьеры, но без спорта, появление таких людей повысит уровень местного хоккея. И все больше и больше людей хотят там заниматься. Уже сегодня у нас есть больше трех тысяч игроков записываются. Это очень много такой маленькой страны. У нас расстояние все маленькое. И потенциал просто не ограничен. Да, и потом у вас есть уже основа будущей сборной команды, потому что сборная – это как пропаганда хоккея. Когда будут хорошие успехи на международной арене, то больше ребят будет вбиваться. В последние годы я уже объяснил по административным причинам, не связанным с хоккеем. Есть определенное движение назад, но мы надеемся, что оно буквально в этом году закончится. Мы сейчас делаем так же, работаем с тем, чтобы преобразовать нашу федерацию в хоккей. Я думаю, у нас это получится. И, кажется, путь у нас только вперед. И, кстати, мы говорили об этом. Слава Ильич не присоединялся к нам. С МСКХЛ вели переговоры. И они хотят расширяться, сделать клуб КХЛ в Израиле, в Людмиле. Даже под это дело мы готовим проект строительства Большого дворца. И это, на самом деле, пример, как можно называть хоккей сверху. Можно называть снизу, но у нас нет, чтобы называть его снизу. Потому что пока мы вырастим поколение и поколение молодых хоккей, это уже будет на основном битву. А развитие сверху, оно именно позволяет сделать то, что произошло в Израиле с временем баскетболом. Когда сделали одну команду, которая играла в Риотейской лиге, Макаби Талявид, и все мальчишки, все побежали заниматься баскетболом, и это стало национальный вид спорта. То же самое может произойти с хоккеем. Конечно. Да, да. И достаточно хорошей инфраструктуре. Я согласен, но будьте внимательны, потому что, чтобы потом у вас экспансия североамериканцев не произошла, вам надо все равно параллельно и детско-юношеский тоже развивать, на мой взгляд. Слав, еще раз тебе говорю, мы, на самом деле, я говорю так, знаешь, заголовками. На самом деле, есть и детско-юношеский, и я очень надеюсь, что ты, Игорь, примете мое приглашение, и в ближайшее время... То есть, надо создать систему подготовки. Может, весной, как на пасхальные каникулы, когда вам позволят ваше расписание, сюда приедете, ознакомитесь, все увидите своими глазами, и поймете, о чем идет речь. Я думаю, что это будет здорово, и ваш совет, он бесценен, да, могу сказать. Так что, вот, запишите... Я думаю, что это можно, мне приглашать. Да, нужна вертикаль и структура. Игорь полностью прав, потому что без этой структуры вертикали он быстро затухнет, или просто вас сожрут эти североамериканцы. Будут поставлять вам среднестатистических канадцев или еще кого-то. Они будут выжимать... Выжимать, да. Они здесь начали хоккей, но мы их сожрали, но просто за счет того, что у нас был профессиональный уровень на порядке выжимания. Все правильно, правильно. Им было ничего. Стоит это представить как социальный проект в Израиле, потому что вы будете привлекать молодежь в занятия спорта, и, может быть, здесь и, ну, не знаю, власти сделают какую-то поддержку вам окажут. На это я бы не рассчитывал. У нас достаточно частных структур, которые этим занимаются, и это правильно. Надо приехать к вам, просто надо методически все правильно организовать. Совершенно верно. Посмотрите. Все оценить. Да. Так что вот теперь Яковлевец передал шайбу на вашу половину поля. Представляете, кстати, на заре уже, уже когда он был старенький, но еще здравомыслящий, он два года тренировал сборную, я его привел в 1926 году, и если вы с ним были знакомы, он человек был колоритный, очень замечательный человек, я бы сказал. Замечательный, это правда. Это трагический усолок наш, но успел еще два года посвятить нашему хоккей, это было здорово. Я думаю, что мы разобьем то хорошее, что заложил у вас Эпштейн, и вы вместе взятые, поэтому главное, что есть, очень важно, есть инфраструктура, катки, я имею в виду, есть люди, есть желания, есть финансы. Остается два таких важных момента, это тренерские кадры хорошие и систему соревнований создать нормально. Все. А тренерские кадры, опять-таки, если есть кто-то, кто может вырастить, под собой это называется, я не знаю, насколько он тоже Сергей Герсонский, образованный хоккейник, бесспорно, я не знаю, какие у вас с ним отношения, но в любом случае, его хоккейное образование не подлежит, так по сомнению. Я думаю, что такой человек может вырастить молодых ребят, которые, или кто-то другой, неважно, я не... А вторую, не додушусь на том или другом имени. Я говорю, как... Саша, кто не знает, Александр Базерман, человек, который все это организовал, который организовал много мероприятий, в частности, он пригласил нашу команду «Мир Майами», мы в этом году участвовали в первый раз, привезли команду ветеранов, был очень... Я бы сказал, так симпатично, играли на турнире страны Латинской Америки и Центральной Америки. Саша, он фанат хоккея, энтузиаст хоккея, как сейчас и бывает, люди, которые не были сами хоккеистами, они еще более страстно болеют за хоккей, тем, кем он был. Организует уже много лет «Вечера русского наследия», встреча с российским хоккеистом, сержавец в РХЛ, тоже в последние два года, это не просто сожжаться, но последний год из этих политических соображений. естественно, книгу и фильм про суперсерию в 40-летии сейчас в интеллектии они выпустили. И, Саша, я тебя что-то забыл добавить. Да, спасибо. Ты, кстати, тоже находишься не в самом хоккейном регионе, Южная Флорида, это как бы... Ну, в последние годы стало более, но почти как Израиль. Да. В отличие от предыдущих гостей, я не являюсь игроком, тренером хоккейным. Я вырос в Молдавии, где маленький город Бельцик, где, в принципе, не было закрытых катков и возможности играть профессионально или полупрофессионально у меня не было. То есть я катался на улице, как и все советские мальчишки. По-настоящему приобщился к хоккее, можно сказать. Я, когда мой сын, который уже родился здесь, во Флориде, стал играть за детские команды, юношеские команды во Флориде, юных пантер и для того, чтобы, ну, в принципе, во Флориде, как считается, штат нестандартный, не хоккейный, конкуренции особо не было. То есть мы ездили на турниры и играли против команд со своего же катка, и это было совсем неинтересно. То есть для того, чтобы изменить как-то это, для того, чтобы обогатить опыт моего сына, я начал приглашать команды из России на турниры во Флориду. Детские команды, началось с детских. Так получилось, что многие команды приезжали с Питера, но тем не менее были из Салавати, ну, Магнитка приезжала, и Югры приезжали из Салавати, Биваева. Одна команда, две команды, десять команд. За последние 10 лет было более 20 команд, потом перешли на взрослые турниры, приезжали ветераны СКА на взрослые турниры. И так вот налаживали связи, отношения. Некоторые дети выросли и стали профессиональными игроками, наладили связи с академиями хоккейными. После того, как мой сын перестал играть в хоккей, я в то неиспользованное время, которое я тратил на его тренировки, на его турниры, я все равно продолжал посвящать хоккей и организовал первый вечер русского наследия на хоккее во Флориде, то есть на игре НХЛ, когда приезжал, мы играли Пэнтерс и Кэпитолс, обе команды тогда имели достаточно русскоговорящих игроков. Мы провели мероприятие, которое, в принципе, всем понравилось, и люди спрашивали, а почему только в Флориде? Давайте попробуйте где-то в других городах сделать. И на следующий сезон мы сделали пять таких мероприятий уже в Канаде и по Америке, то есть было и в Торонто, и в Калгари. А сезон перед ковидом у нас было запланировано 12 мероприятий, из них получилось провести только 10, два закрылся сезон, и два мы не успели. Но эти мероприятия были везде, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии, и в Питтсбурге, и в Темпе, в Лос-Анджелесе. К этим мероприятиям мы пытались, там, где это можно было, присоединять такие, как мастер-классы, мы организовали для детей, маленьких, русскоговорящих детей. И, допустим, во Флориде у нас проводил такой мастер-класс Дарьус Каспарайтос и Алексей Паникаровский. В Лос-Анджелесе провел Валера Буре и Виталий Вишневский. В Торонто был Майкл Грабовский. То есть, ну, пытались как-то расти, что-то новое приводить к жизни, в смысле. Во время одного из таких мероприятий в Торонто я познакомился с историком канадским, хоккейным историком Попа Ацко. И мы продолжали дружить даже уже когда эти мероприятия не проходили. Мы все равно общались, продолжали дружить. И вот он, Попа, познакомил меня с автором книги, которую я говорил, написал 10 лет назад, Шан Миттон. Эту книгу он выпустил в 40-летие. И вот сейчас в 50-летие у них появилась идея выпустить повторную книгу, только уже как бы с советским уклоном. Чтобы было отражено впечатление советских болельщиков, советских игроков. И поэтому они пригласили к этому проекту меня тоже. Книга состоит из разных коротких рассказов разных игроков, участников серии болельщиков, несколько болельщиков, которые приехали из Канады в Москву. Ихни истории. Одна из историй интересных получилась. я вычитал в книге Славы Фетисова про случай, когда Слава Быков, наш гость, подарил свою золотую медаль после чемпионата мира Полу... Сэндерсу? Нет. Полкофи. Полкофи. Защитник, да, Полкофи. Меликально катался, я помню. И так мы пригласили, в смысле, пообщались с Полом сначала, а потом познакомились со Славой и пригласили Славу на разговор тоже. И это история, одна из историй нашей книги. Кстати, серии 1972 года, с этой серии, хотелось бы ваше мнение как тренеров, ну, вы работали всегда в тендеме, до этого, до серии в Советском Союзе существовал другой тендем, все о нем знают, Тарасов, Чернышевский, Чернышов. Тарасов все время мечтал о проведении этой серии, он готовил некие серии, но, к сожалению, по каким-то обстоятельствам он не тренировал во время серии. Ваше мнение, Игорь, как бы, ну, что бы изменилось бы, если бы на лавке был бы тренер Тарасов? Давайте немножко сначала про эту серию, потому что она сыграла, вот с моей точки зрения, я не знаю, Слава согласится или нет, она сыграла переломное, имела такое важное переломное значение вообще в развитии мирового хоккея. Исторически, да. Да, потому что до этого мир был разделен на две части, профессиональный хоккей и любительский хоккей. В любительском хоккее доминировала сборная СССР, профессиональным хоккей мы вообще не знали, что это такое. Но сейчас, ну, окидывая взгляд назад, эта серия дала очень много и канадскому хоккею, и мировому хоккею. Давайте про канадский сначала, вот как я вижу, канадский хоккей, профессиональный хоккей того времени. Во-первых, это очень, ну, скажем так, ограниченные игроки, потому что там весь смысл игры был, это доставить шайбу под ворота, бросить по воротам, полезть на пятачок, закопаться, там копать, то есть игра была очень простой. И там весь упор делался на силу. Не было никаких серьезных комбинаций, потому что единственный вход в зону был, это заброс шайбы в зону и дальше тот, кто сильнее, тот и побеждал. Когда они увидели советских хоккеистов, я думаю, что это было откровением для многих любителей хоккея именно в Канаде, потому что они увидели техничных, маневренных, умеющих играть в передачи, строящих какие-то замысловатые комбинации хоккеистов совершенно иной философии хоккея. И это было очень красиво. И почему я говорю, что это историческое значение? Потому что вот то, что увидели канадцы, и я вот отдаю им должное их организаторским способностям, потому что они стали понимать, что развитие хоккея внутри страны должно идти именно по этому пути. То есть хоккеисты не просто сильные и бьющие, а именно хоккеисты еще при этом техничные и способные. Поэтому со временем они пришли к тому, чтобы приглашать качественных иностранных хоккеистов. И тем самым они сделали НХЛ конкурентно способным с точки зрения телевизионной картинки и конкурировали они с NBA и с американским футболом с одной стороны. А с другой стороны это позволило и советским хоккеистам и ну я думаю что и другим игрокам другого европейского лагеря увидеть что-то новое в хоккее. Например в СССР тогда стали много говорить о значении центральных нападающих о умении играть на вбрасываниях, игра под воротами. То есть очень много таких тактических моментов, которые были взяты на вооружение советской школой. Но в то же время вот все болельщики во всем мире увидели насколько это прекрасное зрелище вот это вот состязание вот двух таких вот школ разных. Я думаю что вот в этом, Слава, я вот так вот думаю. Ты-то как думаешь, ты согласен? Нет, я не знаю просто. Вообще-то мне было 12 лет и для нас вот я единственное вот когда мне сказали 72-й год, у меня в голове был Фил Эспозито. Перед воротами, да? Да, и там беззубый Кларк. Но на самом деле действительно это я полностью согласен. Это была своего рода революция в хоккее европейском, но я думаю, что и на североамериканском континенте тоже восприняли это как возможность к анализу и к переустройству что ли видению хоккея в целом. Потому что мне кажется эстетически европейский хоккей он давал еще другие какие-то эмоции. Потому что техническая составляющая потом комбинации они ставили соперника в неловкое положение можно так сказать. Ну другой хоккей. Поэтому на мой взгляд то, что в Канаде и Америке люди уже привыкшие были к бизнесу слово бизнес тогда в Советском Союзе такого слова вообще по-моему не было. Не знаю. То чтобы развивать бизнес нужно было улучшать. И они увидели на чем они могут еще улучшить свой продукт. Поэтому ведь бизнес от чего он прогрессирует? От того что делается анализ что лучше у конкурента у соперника и берется на вооружение чтобы усилить свои какие-то моменты. То мы видим сейчас НХЛ это действительно наилучшая лига в мире которая дошла до таких не знаю высот что сложно что-то еще придумывать но они постоянно улучшают есть моменты работы над правилами хоккейными где они тоже стараются моделировать усиливать улучшать для того чтобы вот этот продукт то есть человек пришел он не просто купил там хот-дог кока-колу или планку пиво посидел поскучал но чтобы он во время матча он забыл про этот хот-дог и кока-колу осмотрел с открытыми глазами и с открытым ртом и пролетал этот момент и получал удовольствие поэтому я считаю что действительно они в Канаде и в Америке молодцы тем что они дали еще больший толчок я полностью согласен с Игорем у нас также были тренеры тренера которые проанализировав эту суперсерию акцентировали внимание на тех моментах где мы во многом уступали североамериканскому действительно это и брасывание и игра под воротами и разные моменты силовая игра то есть здесь нам тоже было над чем работать хотя не могу сказать что мы намного усилили эти компоненты мне кажется все равно мы больше уделяли внимание на тех моментах где мы сильны не стараясь их улучшать как можно совершенствовать совершенствовать но в какой-то момент все равно игра под воротами силовая борьба без этого нельзя если ты хочешь доминировать тем более на международной арене ты должен не только пользоваться но и совершенствоваться поэтому я думаю что это привнесло конечно же в обоих с обоих для обоих школ вот этот это действительно было по мне так это революция была я еще могу добавить слав знаешь что я просто помню будучи студентом Гацалитка в то время к нам приезжали тренеры это было первое после той встречи они просто увидели что это иной совсем тип хоккея и они приехали просто узнать что такое хоккей советский хоккей немного поглубже я помню тогда было очень много дискуссий в том числе методических как развивать качество потому что та школа североамериканская они больше уповали на силу много там на бицепс работа на трицепс на основные группы мышц а мы всегда старались сделать чтобы силовая подготовка она связывалась с ловкостью вот такое просто вот это обогащение школ видимо и позволило развивать и ту школу и нашу школу и североамериканскую